Здравствуйте, как вас зовут? Саша. Мы приехали к девочке, которая сирота и воспитывает бабушка с дедушкой. Тебе сколько лет? 12. Мы знаем, что папа твой погиб на производстве, а мама в 14 году умерла. У нее кардиостимулятор, да, сердце? Да, не выдержал. Ей только подставили. Месяц продержалась и на день рождения моего второго папы умерла. И ты осталась одна. Ты живешь на линии фронта. Скажи, сейчас обстрелы участились? Да, на прошлой неделе было очень страшно. Но в школу мы ходили. У нас уже не слишком боятся, поэтому наш класс был единственным, кто пришел в полном составе. Я понимаю, что тебе трудно говорить. А скажи, вот сильно война повлияла на все, что происходит здесь, на отношение людей к людям? Они стали добрее или? Ну да, конечно, стали. Правда, иногда бывает грустно. Наши соседи уехали, у нас здесь нету половины. В дом напротив попал снаряд, еще в 14-м. Гулять не с кем, играть тоже. А скажи, в 14-м году ты здесь была? Нет, я была в России. А здесь очень сильно обстрел был, да? Да, я приехала сюда уже, наверное, начало зимы. В 15-м, да? Угу. Понятно. Было очень тяжело, поскольку прямо в наш класс, в младшей школе, попал снаряд в 71-ю школу. Когда я приехала, поэтому мы не учились, но благодаря стараниям учителям я могла научиться писать, читать. Друзья, огромное вам спасибо за вашу помощь, которую вы оказываете людям, особенно деткам, живущим на линии фронта. Я надеюсь, все будет хорошо, Сашенька, и война окончится, и вот и котик к тебе пришел. И все будет нормально, и скоро ты сможешь гулять нормально со своими сверстниками, не боясь очередных обстрелов. Спасибо. Продолжение следует...